Первый пункт повестки дня 49-й внеочередной сессии Народного собрания парламента КЧР касался самих депутатов, а точнее выборов их последователей. В предложенном профильным комитетом законопроекте предусмотрено увеличение предельного расходования средств фондов избирательных объединений с 15 до 50 миллионов рублей. Еще одно нововведение касается лиц, в отношении которых в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом избрана мера пресечения домашний арест. До последнего времени они не имели возможности реализовать свое избирательное право. Согласно Конституции, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не могут голосовать. Однако даже к заключенным, находящимся под следствием, и вина которых еще не доказана, в день выборов в СИЗО приезжают члены избиркомов с переносными урнами. Теперь эта практика законодательно утверждена и в отношении лиц, находящихся под домашним арестом. Буквально перед сессией в федеральный закон были внесены такие поправки, и мы сегодня в таблице поправок также внесли изменения, которые позволят лицам, в отношении которых избрана мера пресечения домашний арест, проголосовать. Но это будет происходить, как обычно, они не могут покинуть свое помещение, где определено находиться. Значит, к ним будут приходить, соответствующим образом позволить им дома проголосовать по месту их нахождения. Главным вопросом сессии и, собственно, поводом для внеочередного заседания стали поправки, внесенные в республиканский бюджет текущего 2018 года. Еще на октябрьской сессии Народного собрания заместитель министра финансов КЧР Неля Дормилова предупредила депутатов о том, что доходная часть бюджета не будет исполнена. Естественно, в такой ситуации Минфин был вынужден внести предложение по снижению бюджетной нагрузки. Проанализированы все расходы бюджета, и у нас есть налицо ситуация, когда отдельные виды бюджетных ассигнований, не востребованы главными распорядителями бюджетных средств и до конца года не будут востребованными, внесены предложения по их сокращению. Таким образом были просчитаны возможности уменьшения доходной части бюджета, сокращения расходов, снижения нагрузки. При этом дефицит бюджета не менялся, общая сумма налоговых и неналоговых расходов снижена на 96 миллионов рублей. Неля Дормилова также представила депутатскому корпусу законопроект о внесении изменений в закон о межбюджетных отношениях в Карачаево-Черкесской республике, разработанный в целях реализации полномочий субъекта по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях. И еще один рассмотренный парламентариями вопрос также касался бюджетной сферы. Речь о территориальном фонде обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской республики. На этот раз новости хорошие. В связи с незапланированными поступлениями средств в текущем году и остатком средств, образовавшихся в бюджете фонда ОМС, его нормированный страховой запас увеличится почти на 37 миллионов рублей. Через две недели депутаты парламента КЧР еще раз соберутся на последнее в этом году пленарное заседание, на котором планируется принять бюджет уже на следующий 2019 год и плановый период. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.